Вопрос. Можно ли использовать днем в Рамадан ушные капли? Нарушают ли они пост? Ответ. Хвала Аллаху. В использовании глазных и ушных капель во время поста нет ничего плохого, их применение пост не нарушает. Некоторые ученые считали, что их использование портит пост в том случае, когда человек чувствует вкус лекарства в глотке. Поэтому из предосторожности лучше не использовать капли в дневное время суток в Рамадан. А если человек почувствует вкус лекарства в глотке, то в будущем лучше возместить пост этого дня. В постановлении Академии Исламского фикха сказано, следующие вещества не нарушают пост. Глазные и ушные капли, растворы для промывания ушей, капли для носа, спрей для носа, если при этом человек будет сторониться глотать выделяемое вещество, дошедшее до горла. Шейх Абдул-Азиз, да помилует его Аллах, сказал, чистка зубов с зубной пастой не нарушает пост, как и использование мисфака, но человек должен остерегаться попадания ее вовнутрь. Если какая-то часть пасты попадет вовнутрь непреднамеренно, то он не обязан возмещать пост. Также дело обстоит и с глазными и ушными каплями. По более верному мнению ученых, их использование не нарушает пост. Если же человек обнаружит вкус лекарств в глотке, то возмещение поста этого дня не обязательно, так как капли не выполняют роль пищи, но лучше возместить из предосторожности. Что же касается каплей для носа, то их использовать нельзя, потому что нос соединен с глоткой. Пророк сказал, хорошо промывай свой нос, кроме случаев, когда не постишься. Хадис привели от Тирмиди под номером 788, Абудауд под номером 142. Алилбани сказал, что хадис достоверный. В соответствии с этим хадисом, тот, кто использовал капли для носа, должен возместить пост. Пост возмещает тот, кто почувствовал вкус лекарства в глотке. Смотрите Маджму'а Феттауа Шейх Ибн Баз, том 15, страница 260-261. Он, да помилует его Аллах, также сказал, «Глазные капли не нарушают пост». Это верно, даже если между учеными есть разногласия по этому поводу. Некоторые ученые считают, что если вкус капель ощущается в горле, то пост нарушается. Верное мнение таково, что капли не нарушают пост вообще. Глаза не соединены с пищеводом или глоткой. Но если человек, который почувствовал вкус капель во рту, и с предосторожности возместит пост ради отдаления от разногласий, то в этом нет ничего плохого. Хотя верное мнение гласит, что не нарушают пост ни глазные, ни ушные капли. Смотрите Маджму'а Феттауа Шейх Ибн Баз, том 15, страница 263. Шейх Мухаммад Салих Аль-Усеймин, да помилует его Аллах, сказал, Что касается глазных капель, к этому относится и нанесение сурьмы на глаза, а также капель ушных, то они не нарушают пост, так как по этому поводу нет указания в шариате. И использование капель не похоже на те действия, которые по шариату нарушают пост. Глаз не является отверстием для принятия пищи и питья, как и ухо. Они похожи на остальные поры тела. Ученые сказали, если человек испачкает свои ноги в горькой тыкве и ощутит ее вкус в горле, то это не нарушит его пост, так как через ноги вещества не проникают в желудок. Поэтому, если человек нанесет на глаза сурьму или использует глазные или ушные капли, то этим он свой пост не нарушит, даже если ощутит вкус капель в горле. И подобно этому ситуация, когда человек для лечения или по другой причине натирает себя маслом. Это не нарушает пост. Так же и в случае, если человек страдает одышкой и для облегчения дыхания использует лекарство аэрозоль. Это не нарушает пост, потому что оно не достигает желудка и не является пищей или питьем. Смотрите Фатаос Суям, страница 206. Аллах знает лучше.